Друзья, всем привет! Сегодня мы кастомизируем вновь свои устройства Xiaomi, и как заявляется, эта фишка прямиком из MIUI 15. Потому ее можно поставить, ну, как бы на многие смартфоны Xiaomi, и потому давайте знакомиться, что необходимо сделать, что это за фишка, и как ее получить. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас сегодня выступает смартфон Xiaomi 12X. Но, насколько я понял из разных там зарубежных отзывов и от разных там зарубежных видеороликов, то в принципе вся эта история может провернуться на практически любом актуальном смартфоне Xiaomi. О чем вообще пойдет у нас сегодня с вами речь. Наверное, вы в курсе, что с недавнего времени разработчики обновляют рабочий стол и добавляют такую штуку, как поиск на глобальных прошивках. Но мало того, что они добавляют поиск на глобальных прошивках, так они еще и добавляют вот такие интересные папки, которые в принципе-то рабочие, они, ну, так скажем, кликабельные, но не всегда. То есть, вы видите, я на эту папку нажимаю, и она не всегда у нас может сработать. Опять же, тут есть какая-то фишка, которая может работать, а вот, кстати говоря, вот получилось наконец активировать эту папку. То есть, она вот в таком плане выглядит. И то есть, как заверяется, это фича из MIUI 15. Но, знаете, есть у меня одно такое некое сходство с одним интересным брендом, который немногие любят и считают, что вот мол, почему все тащится из iOS. Но, как вы видите, что схожие черты все же и есть. И чтобы вам наглядно продемонстрировать эту схожесть, сейчас я вам кое-что покажу. Если мы вот так вот сопоставим, смотрите, друзья, ну, все же тут уже будет сложно что-то отрицать и говорить, что мол, вот как это так, и вот почему Xiaomi так вот делает. Ну, в общем, что есть, то есть. Ну, а теперь давайте разбираться, как всю эту историю поставить. В целом ничего сложного нет, необходимо, ну, немножечко времени, терпения, скажем так, и правильность действий. Первое, с чего мы начинаем, мы с вами разбираемся, что у нас по поводу версии рабочего стола. Если у вас версия рабочего стола, там, одна из каких-нибудь там последних или же не совсем актуальных, то, в принципе, вы должны проделать следующее. И, кстати говоря, теперь у нас рабочий стол меняет свое название. Он теперь звучит, как системная оболочка. И это вот с версии, получается, 67.24 от 6 сентября. Да, кстати, версия очень актуальная. Как только вы скачали себе это приложение, кстати, да, его вы сможете найти по ссылке в описании, там целый пост написанный, как это все дело провернуть. Так вот, мы, получается, с вами попали на этот пост и читаем следующие моменты. Значит, для того, чтобы получить поиск, вам нужно просто установить новую версию рабочего стола и ее активировать в настройках. Также внимательно вы проверяйте, чтобы у вас в разделе жест вниз по рабочему столу стояла как поиск. Получается, тут у вас может стоять лента биджетов или гугл. Как бы у меня, вы видите, включены рекомендации гугл. Но, в принципе, насколько я попробовал с этим всем поиграться, особой роли тут никакой нет. Потом дальше. Для того, чтобы нам перейти к следующему моменту, нам нужно с вами определиться, есть ли у нас с вами этот самый поисковик. Если же у вас поисковика нет, то ваше устройство одно из таких, ну, условно неподдерживаемых по умолчанию, то вам необходимо будет скачать setedit и прописать вот эти команды. Там ничего сложного нет, я на этом особо останавливаться не буду. Там просто открываете setedit, нажимаете add new setting и прописываете вот эти команды. Также рекомендую их вам вот таким образом скопировать. И не прописывать вручную, потому что, в конце концов, можно не получить то, что мы с вами, в принципе, затеяли. Ну и теперь, если у вас поисковик есть, вам потребуется поставить обновление для ленты виджетов. Оно называется как appvalued. Также у нас все это добро есть в телеграме, там все кликабельно, вы видели, я только что нажал. Вы нажимаете на обновить ленту виджетов. И после чего мы с вами переходим к следующему действию. Нам необходимо зайти в настройки, расширенные настройки и регион. Если у вас стоит один из своих локальных, то ради этой фишки вам придется с этим, ну скажем так, попрощаться. И нам необходимо поставить регион Индонезия. И вот тут также может быть один интересный прикол, потому что у меня, допустим, не сразу вся эта история проявилась. То есть, получается, вы, когда открываете этот поиск, у вас может быть тут все пусто. И потребуется некое время для того, чтобы эти папки проявили. И вот, допустим, когда вы просто откроете вот этот поисковик, и у вас папок не проявится, вы там ждете минут 10, если оно не проявляется, закрываете и перезапускаете, и снова открываете поисковик и ждете. Но, как бы, да, вот такая вот особенность данного метода и проявления данной фишки. И помимо того, что есть обновление такое интересное для рабочего стола, также еще есть обновление для камеры, есть обновление для безопасности, но оно из китайской прошивки чисто и на английском языке. Еще есть обновление для скриншота, заметок, а также для редактора медиа. Тут, в принципе, все описано, там по скриншотам это добавление рамок в плане камеры, улучшения алгоритмов. Ну, не сказать, что прямо оно так супер стало фотографировать, но в некоторых моментах все же детализация лучшая. По поводу заметок просто банальное обновление для того, чтобы там сделать оптимизацию и так далее. И по поводу редактора медиа или же галери-эдитр, то тут также добавляются у нас новые фильтры, добавляются оптимизации, ну и так далее. Потому, если вы хотите получить новые фишки, хотите обновить свои стоковые приложения, то я считаю, что это нужно сделать уже сейчас. И, как я уже сказал, все ссылки на сегодняшнее тело движения, ну и в плане там перехода на пост в нашем телеграм-канале, будет в описании. Если о чем-то забыл упомянуть или же остались у вас какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»